Совсем недавно у нас прошли майские заморозки, а точнее майские морозы, ну и конечно оставили свой след на многих виноградниках. И вот сегодня мы с вами поговорим как раз о том, что делать, если ваш виноградник был поврежден. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградовству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградник по призванию. С нами все это понятно и доступно. Вот так выглядит смёрзший виноградник. Видите, все побеги почернили, покрутились и погибли. Что делать в таком случае? Первое, не расстраиваться. Ещё не всё потеряно. И виноград растение, которое очень хорошо восстанавливается. Конечно, с урожаем могут быть вопросы и будут, но всё равно ещё не всё потеряно. Первый вопрос, надо ли это убирать? Пока не надо. Ничего не надо трогать. Оно потом, как говорится, отсохнет, отвалится само. Второе. Смотрите, здесь было укрыто, но укрыто не совсем надёжно. Были открыты торцы и спонбонд тоненький, поэтому и поморозило. Что мы делаем? Мы этот спонбонд оставляем, мы его не будем убирать. Почему? Всё равно он будет давать нашим кустикам дополнительное тепло. И, следовательно, запасные почки, вот здесь вот у нас, есть запасные почки. Они раскроются быстрее. И опять же, быстрее пойдут в рост. То есть мы сейчас будем заниматься разгоном, чтобы это всё успело хорошо вырасти и вызреть к осени. Поэтому мы укрытие оставляем. Если у нас земелька такая суховатая, то можно ещё и хорошенько полить. То есть, опять же, будет хорошо. То есть мы даём растению такой хороший сигнал к старту. Кормить ли чем-то? Ну, допустим, да, по листу вообще бесполезно у нас листа нет. Может и не нужно кормить. Почему? Потому что часть побегов у нас потеряна. Корнева была рассчитана на определённый объём. И мы можем словить такой эффект, как жирование. Поэтому от подкормок я бы воздержалась. А что, опять же, лично я считаю, ну, то, что мне помешает, это сульфат калия. Калийное удобрение, оно как раз-таки будет хорошо. Калий способствует вызреванию. Калий способствует хорошему фотосинтезу. Калий вообще винограду очень и очень нужен. И важный момент нужен в период активного роста. А период активного роста у нас наступит вот-вот. Поэтому как минимум там столовая ложка на ведро размешали, под кусты полили, точно не помешает. И такую подкормку можно сделать, например, сейчас и ещё недельки через две. Пока вот просто оставляем укрытие. Но есть один очень важный момент. Укрытие-то мы оставляем. Через некоторое время почки у нас пойдут в рост. Но если будет ещё одна волна заморозка, что не исключено. Да, регионы разные, погоды разные. И погоды как-то очень чудят. Так вот, чтобы эта вторая почка тоже не смёрзла. То есть понимаем, что идёт заморозок. Если уже мы видим, что там вот эти самые запасные почки пошли, значит надо вот это всё утеплять, утеплять и утеплять. Но очень хороший вариант – это туда вода. Сколько можно? Любые бутыли и бутылки с водой. Чем их больше, тем лучше и надёжнее. Вот этот момент обязательно нужно учесть. Мы помним, что самое главное в нашем деле – это не отчаиваться. Виноград, культура очень пластична, и она восстановится. Да, конечно, для этого потребуются силы. Да, для этого потребуется помощь с нашей стороны. Да, нам нужно будет провести работу над ошибками, чтобы в будущем всё-таки не сталкиваться с такими ситуациями, либо сталкиваться по минимуму. Тем не менее, у нас ещё довольно много времени и в наших руках есть набор инструментов, которые помогут нашим кустам вызреть и уйти в зиму хорошими и крепкими. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «пущу». Ссылка на готовок наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!